Товарищи, у нас очередная лекция по университету рабочих корреспондентов. Тема этой лекции Игорь Константинович Смирнов, профессор об основном экономическом законе капитализма. Читает ее кандидат экономических наук, доцент Виктор Иванович Гахко. Добрый вечер, дорогие товарищи. Почему мы вынесли на занятия университета рабочих корреспондентов этот вопрос? Ну, во-первых, мы всегда ищем истину, постигаем ее. Как мы знаем, в Капитале Марс дал истинную картину развития движения капитализма. Вот, мы ее должны вместе с Марсом хорошенько изучить. Но это одна сторона. И вторая. Этот вопрос, вроде бы как, теоретический и относится к капитализму. Но он имеет прямое непосредственное отношение к социализму. Причем такое отношение, что неверное решение этого вопроса привело к разрушению социалистического производства и к возврату в целом капитализма. Вот такая постановка вопроса. Ну, а для начала, вкратце, буквально, кто такой Игорь Константинович, несколько слов. Значит, Игорь Константинович Снырнов – это выдающийся советский экономист, доктор экономических наук, профессор Ленинградского государственного университета. У него, так сказать, богатая жизнь, не только в теории и практике. Он участвовал в проектировании гидроэлектростанций крупнейших, там, водохранилищ при них. Ну, наверное, не это главное. Чем он отличается от огромного числа тех экономистов, которые назывались марксистами, но на самом-то деле таковыми и не были. Он один из немногих советских экономистов, которые проштудировали науку логики Гегеля. Ну, а мы все помним очень известную мысль Владимира Ильича Ленина, что нельзя вполне понять капитала, особенно его первой главы, не проштудировав науку логики Гегеля. Так что можем подытожить, что Игорь Константинович Снырнов вполне понял капитал Маркса. Ну, а, так сказать, поняв капитал Маркса и посмотрев, как преподносят его, скажем, в официальной экономической советской литературе, был вынужден поднять этот вопрос и, так сказать, разложить по полочкам, сказать, что есть на самом деле. Вот его основной труд «Метод исследования экономического закона движения капитализма в капитале Маркса», который был опубликован издательством Ленинградского государственного университета в 1974 году. Итак, переходим к содержанию этой темы. Предметом исследования капитала, это все знают, является капиталистический способ производства и соответствующему системой капиталистических производственных отношений. Вот здесь появляется слово «система». Ну, все, наверное, знаем это, вряд ли кто будет спорить, что мы все рассматриваем в системе, где все находится в взаимосвязи, ну, так сказать, взаимоусловленные. Ну, после этого идет большой водораздел, и вот две такие дорожечки, прямо противоположные. Есть такой, у нас популярный очень, в свое время было, он остался сейчас, системный подход. Это вот когда люди берут все эти категории, законы, например, капитализма, как кубики, начиная складывать систему. Ну, сложили, посмотрели, не понравилось, разрушили, давайте другую сложим в систему, опять посмотрели. То есть, с одной стороны, вот этот просто системный подход, он предполагает известный произвол. И, во-вторых, там не самого главного. А что самое главное? Ведь система, ну, в частности, система капиталистических производственных отношений, ведь это живой организм. И вот диалектический подход предлагает совсем другой принцип его рассмотрения, анализа, рассмотрения и раскрытия. Ну, начну я, так сказать, с известных вещей, то, здесь, я думаю, многие читали, так сказать, смотрели науку логики Гегеля. С чего начинает исследователь? Сначала, да? От чего приходит? К результату. С точки зрения диалектики, что есть сначала? Неразвитый результат. Совершенно правильно. А результат? Развитое начало. То есть, начинает с чего-то самого такого простого, с элементарного. Того, что в себе в зародыши, еще в неразвитом виде, содержит все дальнейшие определенности. Вот как у Марса в капитале. С чего он начинает? Вот так и пишет. Товар есть элементарная клеточка капитализма. Элементарная. Самая простая. И вот эта клеточка, элементарная клеточка, содержит в себе еще, но в неразвитом виде, как бы в потенции, все другие определенности категории капитализма. И вот дальнейшее развертывание этих категорий, есть развертывание товара. И приходим к конечному результату. То же самое в отношении экономических законов. Ну, сделаем небольшое отступление, поскольку мы говорим об основном экономическом законе, просто, так сказать, в экономических законах, как системе. Давайте вспомним, что такое закон. Как дилектическая категория. Ну, все, наверное, тоже знают. Закон это совершенно спокойное объявление. Спасибо. Но и закон тоже, не какой-то постоянный и раз навсегда данный, он тоже развивается. Вот если мы посмотрим определение, которое Гегель дает на океологии закона, самое первое, это постоянный образ изменяющегося явления. Вот видите еще. Явление это что-то такое, что есть постоянно, а что-то изменяется. А закон это постоянное явление. Затем просто спокойное явление. Самый простой пример. Вот река движется, течение реки. Вот он, закон. Вот он движется в эту сторону, с такой скоростью, такой объем, пускай воды и так далее. А на поверхности? А на поверхности все, что угодно может быть. И обратное течение, водовороты, бруны, это вот явление. То есть оно помимо, скажем так, постоянно спокойное, содержит что-то еще изменчивое. Затем закон определяется Гегелем как существенное явление. Ну, то есть явление, если помимо существенного, не существенное. А закон существенного явления. Закон затем дальше приводит противоречие, как противоречие, которое разрешается в основании. Так вот, Игорь Константинович Смирнов на основании этого делает следующий вывод. Что система законов, экономических законов, представляет из себя основной экономический закон, производные экономические законы от основного и закон движения системы. Что значит основной экономический закон? Это закон, который лежит в основании всей этой системы законов. Раз он лежит в основании, он самый первый, исходный, значит он самый простой. Это самая бедная, скажем так, абстракция. Это с одной стороны. Но с другой стороны, именно в этом основном экономическом законе находятся еще в потенции, еще в неразвитом виде все остальные законы данной экономической системы. Ну, в данном случае капиталистического способа производства. А производные законы? Это законы, которые вытекают из основного экономического закона. И в снятом виде содержат в себе основной экономический закон. Но является его развертыванием. То есть более конкретный, более содержательный. Но самый показательный пример. Пожалуйста. То есть вот рассмотрев, начинаем товар, Маркс рассматривает противоречие товара, потребительная стоимость, сменовая стоимость. За стоимостью он, так сказать, видит стоимость. И дальше обнаруживается, открывает закон стоимости. Вот закон стоимости, это есть первый, исходный, то есть основной закон товарного производства. А вот дальнейшее развитие этой системы законов, которые пристекают, истекают из закона стоимости, уже показывает там его развертывание. В третьем томе капитала мы видим, что законы конкуренции капиталов. Это уже законы действительности капиталов. Вот он, многообразие действительности, истекать, во всей ее полноте. А что такое закон движения? Закон движения – это процесс реализации, развертывания этого основного экономического закона. Значит, у нас в мае месяце будет отдельная лекция, посвященная закону движения капитализма, капитали Маркса. Поэтому я этот вопрос не затрагиваю, предоставляю возможность об этом рассказать Кириллу Валерьевичу Юркову, а буду рассказать об основном экономическом законе. Значит, вот таким образом представляется картина системы экономических законов капиталистического способа производства. Еще раз, есть основной экономический закон, закон стоимости, который лежит вот в основании этой всей, ну или пирамиды, или, можно сказать, системы. Все остальные законы, которых очень много, они все производные из этих законов. И каждый из этих законов является этапом вот развертывания этого основного экономического закона. Вот такая картина. Но об этом, скажем, вот Энгельс в антидюринге совершенно прямо и точно сказал, что закон стоимости является основным экономическим законом товарного производства, запятая, следовательно, и высшей его формы капиталистического производства. Точка. Вот прямое указание. Ну вот, вернемся к социализму. Как в нашей экономической литературе периода СССР представляли это дело? Вот, Игорь Константинович провел, видимо, большое исследование, большую работу. Он пишет, что в 30-е годы, во всяком случае, в учебниках, учебники отражали, скажем, массовую, сказать, официальную точку зрения. Об этом писали прямо, что основной экономический закон капитализма – это закон стоимости. Ну, в частности, это написано в учебнике политической экономии под редакцией Островитянова. Островитянов – это известный крупный советский экономист. Но страна проходила этот период. Сначала переходный, затем строительство, развитие социализма. Конечно, возникали проблемы, вопросы, шли дискуссии. В 40-е годы была проведена экономическая дискуссия. И затем, в 1951 году было проведено всесоюзное совещание экономистов. И по итогам совещания в 1954 году был издан учебник политической экономии, в котором все поменяли, поставили с ног на голову. И основным экономическим законом капитализма был назван закон прибавочной стоимости. Я не нашел этот учебник, наверное, если париться в библиотеке, он есть. Вот у меня дома хранится учебник политической экономии 1959 года. Период небольшой, так сказать, издания повторяются. Я думаю, все одно и то же. Вот первый раздел. Называется капиталистический способ производства. Вот открываем параграф. Такой-то называется закон стоимости тире экономический закон товарного производства. Слово основное уже исчезло. Идем дальше. Вот там, где речь о прибавочной стоимости, появляется фраза обнажив тайну капиталистической эксплуатации, Маркс открыл основной экономический закон капиталистического способа производства. Это закон прибавочной стоимости. Ну, в отношении социализма мы пока сделаем паузу. Давайте разбирать. Вот сама постановка вопроса, ведь для их людей, кто хоть немного читал, хотя бы открывал науку логики, сразу показывает, что вот, да, и почему там идет обоснование. Потому что, якобы, что закон прибавочной стоимости, он характеризует сущность капиталистического производства. Вот сама постановка вопроса говорит о том, что люди, видимо, не читали науку логики, не знакомы с системой категорий. Потому что, ну, сущность, во-первых, из разных порядков. Вспомним конспект философской тетради Ленина. Есть сущность первого порядка, второго, третьего и так далее. менее глубокая сущность, более глубокая сущность. Вот Игорь Константинович, ученый дотошный, он досконально знал науку логики Гегеля, он посчитал, что у Гегеля 27 определений сущности. Вот 27 ступенек. На 13 появляется закон как одна ступень познания или определения сущности. Но дело не в числе, хотя мы можем догадаться и сравнить с у Гегеля какой принцип изложения анализа. Тезис, антитезис, синтезис. Их три. Правильно? Ну три книги, в каждой книге три раздела, три параграфа и так далее. Три на три 27. Но дело не в этом, конечно. Не в цифре. Так какая сущность-то? Самая глубокая. Давайте зададим, с другой стороны подойдем. Задим вопрос. А на основании вообще каких законов происходит производство и присвоение прибавочной стоимости? Ведь оно происходит и осуществляется на основе закона стоимости. Что такое производство прибавочной стоимости? Это производство стоимости, продолженное далее известного пункта. Давайте с другой стороны посмотрим. Вот это отношение капитала и наемного труда. Вот наемный рабочий любой у нас приходит наниматься капиталисту. Ведь какие здесь отношения складываются первоначально, сначала. Отношение товаропроизводителей. У одного товара владельца есть деньги у капиталиста, у другого денег нет, есть товар рабочей силы, совершенно верно. Два вроде равноправных товаровладельства. Все, поговорили, ударили по рукам, заключили договор. На основании какого закона вот эти отношения складываются? На основании закона стоимости происходит обмен товаров. Подписали договор, то произошло. Один товар, один товаровладелец, владелец товара рабочей силы, передал свой пользователем, тот получил. Ну и, скажем, если он получил этот товар, как любой владелец товара может использовать своих интересов. Так ведь? А вот дальше идет уже другой процесс, который, скажем так, является развитием дальнейшем, что капиталист соединяет в процессе производства средства производства и рабочую силу. И рабочая сила обладает над удивительным качеством свойством производить стоимость больше, чем она сама стоит. И вот закон прибавочной стоимости он как раз и характеризует следующий этап развития закона стоимости, а именно как распадается этот рабочий день, то есть какую часть рабочего дня присвоит себе капиталист. И такой момент. Вот вы купили, пошли в магазин, дали деньги, купили батон. Он вам принадлежит. Если у вас придут и возьмут батон, вы что скажете, это вор? Правильно? То же самое и здесь. Кому принадлежит продукт, товар, произведенный на капиталистическом предприятии? Капиталисту. Почему? На основе закона стоимости. Он купил товар, он ему принадлежит. Вот средства производства его товара и рабочая сила. То есть вот такие дела. Что произошло в головах? Ну последствия были конечно тяжелые. Так а мы идем дальше. что касается социализма. Конечно в семнадцатом году наши великие предшественники совершили Великую Советскую Революцию и приступили к строительству нового общества коммунистического. Впервые в истории человечества никаких готовых рецептов не было. Все нужно было делать на практике впервые. Спасибо скажем классика марксизма и ленинизма. Они оставили там как говорится свои труды. выводы которые они сделали. Ну вот если мы вкратце проследим генезис развития то первоначально вот сначала идет переходный период от капитализма к коммунизму который характеризуется наличием укладов. С одной стороны новый только что родившийся коммунистический уклад с другой стороны старые уходящие прошлые но еще сильно это капиталистический уклад и мелко товарный капиталистический уклад это ступень развития товарного производства какой основной экономический закон товарного производства закон стоимости соответственно действует в этих укладах в рамках этих укладов а коммунистический уклад ведь маркс в капитале в самом начале прямо говорит о будущем коммунистическом обществе о будущем который предполагает непосредственно общественное производство, форму производства, диаметрально противоположную товарному. То есть характер коммунистического, социалистического производства, он диаметрально противоположен товарному. Поэтому, естественно, закон стоимости никак не может быть не просто там основным, просто экономическим законом формы производства противоположной. И вот, значит, как развивались события. Давайте рассмотрим хозяйственную практику. То есть здесь, с одной стороны, теория, с другой стороны, хозяйственная практика. После переходного периода, в середине 30-х годов был построен социализм, но, видимо, те наши, повторяю, великие предшественники, которые строили социализм, задавались этим вопросом, спорили, обсуждали. Как быть? Ну, вот они нащупали верное звено. И, так сказать, это было зафиксировано в решениях плену ЦК ВКПБ в 1927 и 1928 годах. Социалистическое производство должно ориентироваться не на вот эти старые товарные формы, а на новые, противоположные. И центральным звеном является снижение себестоимости на основе роста производительности труда. Ну, а дальше это выражается, должно выражаться, снижение розничных цен. И вся хозяйственная практика, она была ориентирована на это в целом. Хотя, повторяю, все же противоречиво, все было новое. Нельзя сказать, что это, знаете, как тротуар Невского проспекта. Там всякое было. То есть, поэтому для промышленных предприятий, вообще сверху донизу, вот были главные показатели, снижение себестоимости, рост производительности труда. Хотя, вместе с ними существовали и показатели воловой, так сказать, товарной продукции и прибыли. Но они были вторичные, как бы, второстепенные, не главные. И вот эти успехи, которые показывает нам советская экономика, они во многом обусловлены именно эти. То есть, была опора на другое, на принципиально иной основы. В теоретическом плане это какие основы? То есть, не товарное производство, а непосредственно общественное производство. Соответственно, основной экономический закон не закон стоимости, а закон потребительной стоимости. И закон стоимости, он предполагает определение, скажем так, это определение стоимости общественной необходимой затратами труда, равенства труда. А закон потребительной стоимости, он прямо противоположный говорит. Это определение необходимых затрат труда при производстве общественной потребительной стоимости. Он постулирует, что результаты труда выше затрат должны быть. То есть, должно быть не равенство как раз, прямо противоположное. Закон стоимости формулирует равенство при обмене по затратам труда, а закон потребительства стоимости – не равенство. Но в этом величайший смысл человеческого развития, что результат человеческого труда должен превосходить его затрат. Иначе какой же у нас там будет прогресс и так далее. И поэтому в качестве основных показателей должны стать не стоимостные показатели, не затратные – стоимость, валовая продукция и прочая прибыль. А снижение затрат труда – это снижение себестоимости. Много что лежало в теоретической основе той системы методов управления, которые были созданы в ходе строительства социализма и действовали до известного периода. Что произошло дальше? Дальше произошло следующее. После смерти Сталина Вот эта вот позиция, она то, что пока касалась капитализма, когда основной экономический закон капитализма не закон стоимости, а закон прибавочной стоимости, А закон стоимости – это очень хорошо. Она перекочевала в экономическую концепцию социалистического товарного производства. Открываем учебник. Смотрим. Ну, во-первых, в тот период даже вывели некий социалистический способ производства. Правда, он в таком явном, откровенном виде не попал, последующие, скажем, партийные документы. Ну, в этом уже видно, как вот подходила релизия. Что такое способ производства? Это такое крупное, большое понятие. Вот есть капиталистический способ производства, есть коммунистический способ производства. А здесь теоретики, горе-теоретики, называвшие себя марксистами, выдумали некий социалистический способ производства, который лежит якобы между капитализмом и коммунизмом. Вот они так рассуждали. Вот капитализм, это очень плохо там. Все это вот, знаете, эксплуатация, наемный труд, прибавочные стоимости и так далее. Коммунизм – это хорошо, но это будет очень далеко не скоро. Вот все, что писали, классики марксизма и ленизма, о непосредственно общественном характере социалистического производства, о цели социализма, это обеспечение полного благосостояния, всестороннего развития всех членов общества. Распределение по потребностям – это вот будет тогда. А сейчас другое. А что другое? Если вот того коммунистического еще нет и в принципе не может, как они говорят, так остается одно только. Вот то, что с капитализмом. Ну как они поступали? Да очень просто. Они ко всем этим категориям товарного производства, вот эта система категории, закона, приделывая слово «социалистический». Товар – социалистический. Стоимость – социалистическая. Деньги – социалистические. Ну, одна была проблема. Куда деть прибавочную стоимость? И товар рабочей силы. А вот здесь вот это как обрубали. Вот не говори все, нет и все. А почему? Никто не объяснял. Но, к сожалению, вот это вот попало. Попало сначала в учебники, а потом и в головы многих тех, кто принимал решение. Поэтому целый раздел. Товарная производство при социализме. И, пожалуйста, раздел, параграф. Характер действия закона стоимости при социализме. Все. То есть, закон стоимости был записан как действующий при социализме. То есть, основной экономический закон капитализма был вот таким образом в теории пока еще внедрен непосредственно общественно-социалистическое производство, которое геометрально противоположное товарам. Вот сейчас вот рассуждая на тему, а в чем вот корни того, что произошло. Ну, мы должны корни искать в экономике. Ну, в переходном периоде понятно. Там, скажем, был коммунистический уклад новый, был старый уклад капиталистический, мелкотоварный. Вот это бытие, оно рождает соответствующее сознание. То есть, общественное бытие рождает общественное сознание. Вот в головах было такое. А что касается социализма. Ну, вот здесь вот совсем другая постановка вопроса у тех, кто вот знает диалектику, как на самом деле. То есть, на смену товарному производству, еще раз, приходит непосредственно общественно-социалистическое производство. Но первая фаза коммунизма-социализма, чем она характерна? Это такое общество, которое выходит из недр капитализма и во всех отношениях, и в умственном, и нравственном, в экономическом, несет следы, отпечатки или родимые следы этого выхождения. Если говорить строго, это моменты отрицания коммунизма в нем самом. Соответственно, в социалистическом, непосредственно общественном производстве есть такие отрицательные моменты. Отрицания в нем самом связаны с выхождением из капиталистического товарного производства. Этот момент называется товарность. Вот это сложный вопрос. То есть, это не кусочек, не часть, не какой-то элемент. Это вот отрицательный момент. Он присутствует. И присутствуют старые товарные формы, но которые в условиях социализма выражают и новое непосредственно общественное содержание, но и имеют еще какое-то отношение к старому содержанию. Вопрос, на что будет сделан упор. Вот если был сделан упор на снижение затрат труда, на снижение цен на основе роста производительности труда, вот, пожалуйста, все эти формы выражали новое содержание. Поэтому цены у нас были не просто цены, а плановые цены. И была тенденция к снижению. Хотя, повторяю, жизнь-то она многообразна. Там все было. Все было противоречиво. И было повышение цен, и были диспропорции огромные. Но как тенденция, как генеральная тенденция, она существовала. То есть вот нащупали тогда это главное звено, за которое надо ухватиться и вытащить всю цепь. А если покопаться в истории, то вот во времена Марса был такой Прудон. Наверное, слышали фамилию? Это мелкобуржуазный социалист. Вот он написал известный его труд «Философия нищеты». Он еще и тем прославился, что говорил, что собственность – это кража. А какая его позиция в отношении товарного производства? А вот он говорил, что товарная производство и закон стоимости – это очень хорошо. Ну что плохого в том, что товаропроизводители обменивают между собой продукт на основании затраченных труда. Это же замечательно. Сколько затратили, столько получили. Хочешь лучше жить – лучше работать. И так далее. Все замечательно. Но вот дальше он говорил, что это все плохо. Вот если вот наши ревизионисты дошли до капитала, сказали, что капитал – это плохо. А вот стоимость, цены, деньги – это хорошо. Ну, Прудон еще и резче говорил. Вот закон стоимости и товар – это хорошо, а вот деньги и все, что дальше следует – это очень плохо. Вот надо взять топор и так разрубить. То есть живой организм, то есть люди не понимали, что из закона стоимость, закон стоимости – это основной закон, из него неизбежно вырастает капитализм. Неизбежно. Так же, как Прудон. Прудон даже хотел провести эксперимент, организовать народный банк, вместо денег сделать некие расчетные чеки. Но ничего не вышло, естественно. Не могло получиться. То есть вот и такие корни. И вот они через, ну, сто с лишним лет у нас проявились. А что пошло дальше? Ну, вот то, что в теории было, оно вошло в головы и тех, кто принимал решение в партийном аппарате, в государственном аппарате. И в программе партии, принятой в 61-м году, впервые появилась формулировка «шире использовать товарно-денежные отношения». И смотрите, в ленинской программе партии этого не было. Сталин, который, ну вот, тоже имел здесь двойственную позицию, но он не тронул программу партии. Ну, вот Хручев со своими единомышленниками в этом не дверь. Ну, я, так сказать, одну линию беру. Понятное дело, что есть экономика, базис, есть настройка, прежде всего, политическая. Они там много натворили. И прежде всего, так сказать, убрали главное звено. Коренной вопрос марксизма – это диктатуру пролетариата. Обкарнали цель социалистического производства. Сказали, что цель социалистического производства – это просто удовлетворение потребностей. И вот внедрили это положение «шире использовать товарно-денежные отношения». Ну, а дальше, что называется, дело техники. Вот такая программа партии. Значит, что дело и партийный, и государственный орган реализовывали в жизни. И вот экономическая реформа 1965 года. Вот она совершила первый рот в экономике. То есть, показатели, которые отражали непосредственно общественный характер социалистического производства, требовали законопотребительной стоимости его выкинуть. То есть, снижение себестоимости просто выкинули из фонда образующих, из главных. Он остался на вторых, на десятых ролях. А что поставили во главу угла? Поставили объемные стоимостные показатели, а объем в рублях. Товарно продаются, валово, неважно какая. Прибыль и рентабельность. Ну, дальше пошло, стоит, полагается. То есть, вот этот отрицательный момент социалистического непосредственно общественного производства, который внутренне присущему, но который надо отрицать, чтобы идти вперед, его поставили во главу угла. Ну, вот как обрано сказать? Ну, может, из медицины. Вот есть здоровый организм, есть раковые клетки, которые там сидят и ведут свою черную страшную работу. И вот эти раковые клетки, это товарное, она поглотила целое непосредственно общественное. И стало, само стало целым. Ну, вот, само стало целым, и что? Когда оно стало полным, мы получили полновесное товарное производство, это что уже? Это уже капитализм. И это, так сказать, произошло по следствию, так сказать, применения вот этих экономических законов. Экономические законы. Ну, вернемся немного к теории. Ну, нельзя сказать, что все это, так сказать, проходило без сопротивления. Совершенно. Просто надо было еще разобраться в этих вопросах. Вот работа Игоря Константиновича вышла в 1984 году. Работа Михаила Васильевича Попова, посвященная системе разрешения противоречий развития социализма, как первой фазы коммунизма, вышла в 1986 году. В эти годы Василий Яковлевич Ельмеев и Виктор Георгиевич Долгов с другими экономистами разработали теорию потребительной стоимости. Хотя даже вот основной труд, наверное, Василия Яковлевича Ельмеева, социальная экономия труда, он вышел в 2007 году, когда вот здесь на дворе стоял капиталист. То есть было доказано вот этими действительно выдающимися учеными-марксистами непосредственно общественных характер социалистического производства. Все, что связано с ним. И то, что невозможно на основании концепции, теории социалистического товарного производства и строить, и развивать социализм. Можно только его уничтожать. Но процесс контрреволюции зашел уже далеко и глубоко, конечно. Вот реформа эта экономическая, разрушительная, шла 20 лет. В середине 80-х годов уже, так сказать, в завершающую фазу уже был принят закон о капиталистических предприятиях, ну, под названием закон о кооперации, который предусматривал создание, так сказать, и товарного производства, и капиталистического. И дальше уже через несколько лет пошла приватизация. Ну, во всяком случае, подводим итоги. Значит, эта работа от Игоря Константиновича Смирнова сделана не зря. Я думаю, не за горами в то время, когда либо нам, либо нашим последовательным придется строить социализм. И, конечно, надо строить с учетом наших ошибок. Спасибо за внимание.